Региональные чемпионы И далее победители муниципальных образований вышли уже в следующий этап, это дивизионы, где по географическому принципу были определены по кустам победители муниципальных образований. И вот сегодня, вчера стартовал региональный финал, это финал четырех. В финале состязались четыре баскетбольные дружины впервые. В итоговый раунд регионального турнира вышли по две команды из Глазуновки, Нарышкина и Ливин. Победителями в женской части стали действующие чемпионы лиги, баскетболистки Ливинской кометы. У мужчин лучшей командой области стали сборная Орловской школы 45. В своем финале они обыграли сборную Ливинского лицея. Победители регионального этапа добыли путевки на финал округа лиги Кэсбаскет. Календарь соревнований уже определен. Девушки проведут свои матчи с 9 по 12 марта в Рязани, а лучшие мужские школьные команды ЦФО соберутся с 10 по 13 марта и сыграют в Смоленске. «Все на лыжню» традиционный клич «Встать на лыжи» вновь прозвучал по всей стране. Откликнулось ни много ни мало – полтора миллиона россиян из 74 регионов. Всероссийская акция для Орловщины в 2018 стала юбилейной, десятой по счету. В 36-й раз акция охватывает всю страну, все часовые пояса. Пока лыжники в центральной части России только разминались и выходили на старт, Восточной уже вовсю награждали победителей. Из нововведений в 2018-м перенос зимнего праздника с воскресенья на субботу. «Самые юные у нас 2015 год и самые взрослые 1936 года рождения у нас участники. Мы их также будем награждать. Появители и призеры будут у нас отмечены медалями, грамотами, призами, кубками как Минспорта, так и нашего управления по Орловской области». Программа зимних состязаний подходит как для подготовленных атлетов – это 5 и 10 километров. Для совсем юных и уже попробовавших свои силы в прошлых гонках отведена дистанция 1 и 3 километра. Зима в этом году поздняя и особо снежная, световали организаторы, но это никак не смогло повлиять на ход проведения лыжни на Орловщине. «Не повезло со снегом, он выпал, но тот дождь, который прошел, немножко убил нашу трассу, но мы всю неделю готовили ее. Трасса в хорошем достаточно состоянии, единственное, что жестковато». Решающие шайбы заброшены. Накануне областной столицы завершилось первенство по хоккею. Участвовало 8 районных команд, финальная дуэль сильнейших прошла на ледовой арене микрорайона Зареченский. Областное первенство шло при поддержке правительства Орловской области и регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках программы развития юношеского и детского спорта в регионах. В финальном хоккейном дерби склестнулись мценские гепарды и заряк Рассозоринского района. Уже с первого периода явное преимущество было за гепардами. Они то и дело создавали опасные моменты у ворот соперника, диктуя свои правила игры. Счет на табло 7-1. Не оставил вопросов по поводу готовности мценских ребят. После финальной сирены на льду все команды. Иногда мы большое внимание уделяем профессиональному спорту. Дело не устав, потому что это чемпионаты, это победы. Но, повторюсь, бессмысленно вкладывать профессиональный спорт, если ты не вкладываешь в детский и юношеский спорт. Поэтому сегодняшний турнир – это очередное доказательство того, что ребята в районах, в сельских районах играют, показывают характер. Места в рейтинге расположились в следующем порядке. Третью позицию занял хоккейный клуб «Орел». Второе место у Краснозоринской зари. Чемпионами первенства по праву стали мценские гепарды. Воспитанники детской горнолыжной школы «Вершина» готовятся к открытому первенству Орловской области. Три спортсмена в составе юношеской сборной наряду с гостями из Брянска, Тулы, Калуги и Липецка, Воронежа сразятся за награды. Торжественное начало состязаний пройдет в воскресенье 18 февраля в 12 часов на склонах парка «Горки-57». Больше будет участников, только из Брянска заявлено более 40 человек. Еще мы ожидаем приезда из Калуги спортсменов из Липецка, Воронежа, Тулы. Матвей Землянов уже не впервые в призерах соревнований, масштабах местных и всероссийских испытаний. Вместе с Матвеем тренируются и покоряют склоны крупкие девочки Полина Бурцева и Вероника Девушкина. Рецепт победы – неустанные тренировки, признаются ребята. Накануне ответственного первенства в своих силах маленькие спортсмены абсолютно не сомневаются и, более того, готовы пополнить коллекцию медалей парочкой новых. Как сложатся грядущие горнолыжные старты для всех участников узнаем уже совсем скоро. А на этом у меня все новости. Желаю вам хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова